Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы завершаем прогулку по городу Букв. К нам в гости спешит герой русской народной сказки. Он-то и познакомит нас с новой буквой и звуком. Научит читать слоги и слова с новой буквой. А в этом ему поможет его подруга и раскроет важный секрет. Кто этот герой? По первому морозцу, по первому снежку. Кто на печке едет, лёжа на боку? Емеля! Как же звали героиню русской народной сказки, которая помогала Емеле добиваться всего с лёгкостью? Емеля волшебную рыбу поймал и много желаний ей загадал. Оставил хвостатую парень в воде. Исполнила рыба желания все. Щука. Волшебная щука приготовила для вас испытание. Испытание первое. Произнесём слово «щука», выделяя голосом первый звук. «щука». Назовём первый звук. Этот согласный звук произносится шумом. Звук «щ». Глухой согласный. Обратите внимание на уголки рта. «щ». Звук «щ». Согласный, глухой, мягкий. Емеля решил найти слова, в которых встретится не мягкий, а твёрдый звук, который будет парой звуку «щ». Поможем ему. К сожалению, таких слов нет. Значит, и пары у звука «щ» нет. В русском языке есть только мягкий согласный звук «щ». Это домик волшебника Тима. Второе испытание от волшебной щуки. Хорошо ли вы запомнили звук, с которого начинается её имя? Рассмотрите внимательно предметы. Определите, в названии каких предметов слышен звук «щ». Поставьте видео на паузу. Давайте проверим, что осталось. Третье испытание. Определите место звука «щ» в слове. Звук «щ» в начале слова. Щенок, щётка. Звук «щ» в середине слова. Ящик, ящерица. Звук «щ» в конце слова. Борщ, плащ. Вы прошли три испытания щуки. И за это она дарит вам новую букву. Звук «щ» обозначается буквой «щ». Это её имя. Буква «щ» всегда обозначает мягкий согласный звук «щ». В русском языке у звука «щ» нет пары твёрдого согласного звука. Будьте внимательны. Имя буквы и согласный звук, которые эта буква умеет обозначать, не совпадают. Чтобы назвать букву, нужно произнести её имя «щ». Чтобы прочитать букву «щ», надо произнести мягкий звук «щ». Заглянем в город букв. Буква «щ» живёт в районе согласных на проспекте глухих, непарных. Обратите внимание на печатные буквы «щ». Сравните большую букву и маленькую. Они похожи, но отличаются по размеру. На что похожа буква «щ»? Какие предметы напоминает? Буква «щ» поможет нам чистить зубы по утрам. Буква «щ» для «ш» сестрица своим хвостиком гордится. Волшебная щука подарила две новые буквы. Она просит вас запомнить. В имени героини сказки работает большая буква «щ». А в названии «рыбы» маленькая буква. Только не перепутайте. Давайте научим дружить новую букву «щ» с гласными «а», «у», «о», «ё», «е», «и». Щука оставила нам важное сообщение. Прочитайте предложение с восклицательным знаком. Только мягкий звук. Соединим буквы и прочитаем слог. А, ща. У, щу. О, ща. Ё, ща. Е, ща. И, щи. Буква «щ» даже перед буквами «а», «у», «о» остается непослушной. Другие буквы слушаются командой этих букв и обозначают твердый согласный звук. А буква «ща» всегда мягкий звук. Слог «ща» читаем как «ща». Слог «щу» читаем как «щу». Слоги «що» и «що» читаются и звучат одинаково. При написании слуху доверять нельзя. Надо знать правила. Давайте определим вместе в названии каких картинок есть слог «ща». «ща», «щавель», «щу», «щука», «що». Трещотка «ща», «щетка», «ща», «ща», «щепка», «щи», «щит». Продолжим работу по букварю.